8 марта – первый весенний праздник, объединяющий в себе все прекрасное, что заключается для нас в этом времени года. Красоту и любовь, доброту и нежность, гордость и признательность – все, что олицетворяет образ женщины. Именно женщинам были посвящены концерты, состоявшиеся в домах культуры Черноморского и Ильского городских поселений. Уже само фойе Дома культуры поселка Черноморский с выставкой самых разных творческих работ, выполненных руками талантливых ребят и взрослых, словно ожило в ожидании гостей. Каждую представительницу прекрасного пола встречали поздравлениями и веткой мимозы. А их, как и подобает в такой замечательный весенний день, собралось немало. В зрительных залах был аншлаг. Да и как же иначе, где еще можно услышать сразу столько комплиментов и благодарностей в женский адрес? Я хочу в этот день вам пожелать любви и счастья. Вашим домам достатка и тепла. Вот все, что вы себе хотите пожелать, желаю вам. Пусть всегда будет такое солнце, пусть в душе будет всегда весна. Будьте любимыми, чтобы всегда вас носили на руках, не только в преддверии праздника, а чтобы каждый день мужчины носили вас на руках, любили и ценили. С праздником вас, дорогие! Своими вокальными номерами и танцевальными композициями всех сидящих в зале порадовали творческие коллективы. Весенние ритмы в исполнении акробатической студии «Фиеста» и «Казачья лесгинка» хореографического отделения детской школы искусств вызвали у зрителей самые бурные овации. Музыка Музыка Программа праздничных концертов была очень насыщенной и разнообразной. Женщины – искусство, понятия неразделимые. Женский образ вдохновляет писателей и художников, музыкантов и режиссеров. И невозможно не любить прекрасный голос женщины, которая поет. Узнал о том, что значит мамина любовь, и его в груди прижала матушка Россия, и повела тропой нескошенных угол. Красота и отзывчивость, умение дарить тепло, заботу и внимание – эти женские качества всегда вызывают у мужчин искреннее чувство уважения и восхищения. Без вас бы не было написано ни строчки, без вас, конечно, нас бы не было сейчас. Родные, жены, мамы, бабушки и дочки, от всей души примите вы поклон от нас. Уважаемые жители Северского района, 18 марта 2018 года нас ожидает важное политическое событие – выборы президента Российской Федерации. Личное участие в референдуме является одним из ключевых прав каждого гражданина России, определяющие основные положения внутренней и внешней политики государства. Исполняя свой гражданский долг, мы отстаиваем суверенитет и единство, защищаем свой мир, свои ценности и привычный уклад жизни. В настоящее время, когда нам пытаются навязать чуждую России идеологию, неучастие в выборах фактически является призывом к управлению страной извне. Нам необходимо продемонстрировать всему миру единство российского народа, общество стремлений и единодушия в решении важных вопросов страны. Кубань во все времена славилась богатством культур, разнообразностью этнического колорита, щедростью души и гостеприимством, а также неравнодушием и активной гражданской позиции всех жителей региона. Во все времена, вне зависимости от политических режимов, религиозных взглядов и национальностей, жителей Краснодарского края объединяло чувство любви и преданности к нашей малой родине. Высокая степень внимания и доверия со стороны федеральных органов власти не позволяет нам остаться в стороне от исторического события, определяющего стратегию дальнейшего развития страны. Дорогие друзья, 18 марта каждый житель Северского района обязан прийти на избирательные участки и внести свой вклад в формирование будущего России. Приглашаю вас в день референдума отдать голос до того, кто достойно работает на благо нашей великой державы. 18 марта 2018 года. Выборы президента Российской Федерации. Важен каждый голос. 23 февраля в Северском районе стартовал месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Траурные мероприятия, творческие вечера, спортивные соревнования, встречи с ветеранами боевых действий, конференции и круглые столы, огромное количество форм патриотической воспитательной работы проведено за этот месяц. И все это только с единственной целью – объяснить молодому поколению, что же такое настоящий патриотизм. Торжественное открытие месячника прошло в Доме культуры Станицы Северской. Со сцены звучали стихи и песни военных лет, солдатская удаль раскрывалась в лихих танцах. Школьники района в этот значимый день вступили в ряды юнормейцев. Для проведения церемонии историко-краеведческий музей был выбран не случайно. Здесь, в окружении молчаливых свидетелей славных воинских дел своих предков, новобранцы проникаются в важность у мероприятия. Я очень горда за свою родину, я готова нести это звание юнормейца и с честью готова служить ей. Меня переполняет чувство гордости за нашу страну, за то, что меня взяли в приеду юнормейцев, так как это очень почетно. Я собираюсь участвовать в военно-патриотических акциях, помогать слабым. За прошедший месяц было сделано немало. В работу в рамках месячника были вовлечены практически все образовательные и культурные учреждения района. Школы, библиотеки, дома культуры, центры творчества. И везде кипела работа. Настоящий патриот всегда должен помнить о том, что защита Родины – его святой долг. Цена свободы и мира бывает порой высока. Но те, кто заплатил ее однажды, навсегда шагнули в бессмертие. Митинг памяти на месте героической гибели братьев Игнатовых прошел в поселке Баки Северского района. 10 октября 1942 года Евгений и Гений Игнатовы, партизаны отряда «Мститель», шагнули в бессмертие, пустив под откос вражеский эшелон. Сейчас на этом месте стоит памятник героям Советского Союза. И несколько раз в году к нему с цветами и венками приходят люди. Приходят, чтобы почтить память и поблагодарить за мирное небо, под которым мы сегодня живем. Подвиги своих героических земляков в Северском районе не забывают, как помнят всех, кто сражался на фронтах Великой Отечественной и ковал победу в ТУ. И эта светлая память, передаваемая из поколения в поколение, не должна угаснуть в веках. Но сегодня имена героев увековечены не только в камне. В ходе поисково-просветительской экспедиции «Имя Кубани» за мужество и отвагу, проявленные в годы Великой Отечественной войны, гвардии старший лейтенант Семен Григорьевич Соболев был удостоен почетного титула «Имя Северского района» по маршруту «Молодое имя Кубани». Безусловно, каждый, кто отдал свою жизнь за нашу страну в те годы, достоин памятника, ведь совершал свой личный подвиг. Ожесточенные бои за освобождение станицы Смоленской унесли множество жизней. До сих пор поисковики и историки ведут работы по восстановлению событий тех лет. Военно-историческая реконструкция боя 13 февраля 1943 года была представлена участниками военно-исторических клубов Северского района и Республики Адыгея. Запах пороха, звуки выстрелов и разрывы снарядов – будто ожившая картина из прошлого. И несмотря на то, что патроны у бойцов были холостые, эмоции, которые испытали зрители, самые настоящие. Немало внимания в районе уделяется и воспитанию юных защитников. С самых ранних лет ребята знакомятся со славными воинскими традициями предков в группах и классах казачьей направленности. Торжественное посвящение в казачата прошло в детском саду номер 15 поселка Ильский. 36 воспитанников детского сада вступили в свой первый значимый статус. На протяжении двух лет ребята знакомились с казачьей историей и традициями через песни, танцы и веселые игры в стенах дошкольного учреждения. Славной традицией в Северском районе стало проведение смотра классов казачьей направленности. В районном смотре на базе школы номер 17 поселка Ильский приняли участие более 350 казачат из 19 школ района. Все ребята входят в состав Союза казачьей молодежи Кубани. И, как признаются родители, воспитывать будущего казака – большая гордость для семьи. Воспитание достойного гражданина своей родины – одна из главных целей месячника. В Северском центре творчества на протяжении всего учебного года ищут и внедряют новые формы, интересные современному поколению патриотов. Круглый стол «В жизни всегда есть место подвигу» собрал лидеров школьного ученического самоуправления из 22 школ района. Историческая викторина «Знамя Победы» дала возможность показать юным патриотам, какой интересной и увлекательной может быть история, заложить основу гражданского и патриотического воспитания. Помнить всех своих героев, что они защищали свою родину ради того, чтобы у нас сейчас было мирное небо над головой. Чувство патриотизма – это в первую очередь чувство. Сильное и искреннее. Как, если не в стихах передать красоту родной земли? Как, если не в танце выразить всю широту русской души? Как, если не в песне рассказать о любви к отчизне? Знакомство с историей через творчество – один из способов хотя бы на мгновение почувствовать на себе весь опыт ушедших поколений. «Черноглазая моя мила, посылаю тебе Василёк. Представляешь, идёт бой, рвутся вражеские снаряды, воронки кругом, и среди всего этого растёт Василёк. Но очередной взрывной волной его сорвало. Я поднял его и положил в карман гимнастёрки, потому что, если бы я этого не сделал, его бы затоптали. Папа Дима будет биться с фашистами до последней капли крови, до последнего дыхания, чтобы фашисты не поступили с тобой так же, как с этим Васильком». В Доме культуры Станицы Северской состоялся районный музыкально-поэтический конкурс «Песня в солдатской шинели». Учащиеся школ района представили зрителям и членам жюри свои конкурсные номера. Творчество военных лет было разным и многогранным. Написанные с болью и скорбью стихи о тяжёлых фронтовых буднях смешались с залихватскими солдатскими песнями, полными надежды и веры в светлое будущее. Во многом благодаря песне народ смог выдержать все испытания, тяготы войны и одержать победу над жестоким врагом. В битве хоров коллективы исполняли песни отечественных авторов и композиторов о Великой Отечественной войне, о Родине и Российской армии. В честь годовщины победы в Сталинградской битве в Доме культуры Станицы Северской состоялся показ театральной постановки «Память». Студенты Краснодарского краевого колледжа культуры представили литературно-музыкальный спектакль, в основу которого легли письма и воспоминания фронтовиков, стихи и песни военных лет. И летят снегири, и летят снегири, через память мою до рассвета. Широко разнообразен временной промежуток и список произведений, выбранных для постановок в районном конкурсе-фестивале «Я эту память вынес из огня, она навеки в сердце у меня». На сцене Центра развития творчества Станицы Северской разворачивались события, словно сошедшие со страниц известных произведений. Подвиг русского солдата в битве при Бородино, события гражданской войны, летопись блокадного Ленинграда, героические будни и великие сражения Отечественной войны. 18 февраля в Северском районе прошла районная гражданско-патриотическая акция «184 дня. Подвиг во имя Отечества», посвященная 75-й годовщине освобождения Северского района от немецко-фашистских захватчиков. Акция стартовала в парке имени Пушкина, где состоялось торжественное возложение цветов к памятнику славы «Вечный огонь». Продолжилась акция в Северском доме культуры, театрализованной постановкой, повествующей об этапах битвы за Кавказ в Северском районе. А на площади Дома культуры состоялся танцевальный флешмоб и запуск 75 шаров, в знак того, что ни одна капля крови, пролитая на кубанской земле, не была напрасной. Главными вопросами работы 4-го районного форума «Растим патриотов» стали «Что значит быть патриотом» и значение флага России для нашего поколения. А концертная программа, подготовленная Северским центром творчества, вызвала живой отклик в душе каждого патриота России и гордость за отчизну. Безусловно, проведение таких мероприятий – это в первую очередь есть прививка от того, что происходит в сети интернет. Личные встречи с ветеранами, с нашими старшими, преемственность поколений, преемственность нашей культуры, истории – это и есть наше с вами настоящее. Преемственность поколений – та нить, что связывает нас с прошлым. На дворе 21 век, но как бы ни отдалялись от нас годы Великой Отечественной войны, память о них, об их героическом прошлом, никогда не сотрется. Душевное исполнение военных песен народным хором «Ветеран» и учениками гимназии Станицы Азовской вызвало самые трогательные и волнительные эмоции у детей и педагогов. Муниципальный этап краевого фестиваля геройко-патриотической песни «Пою моё Отечество» прошел в Доме культуры Станицы Северской. Творческие коллективы и солисты со всего района представили на суд компетентного жюри свое творчество. Номера конкурсантов оценивались по двум номинациям – это «Песни военных лет» и произведения, посвященные России или Малой Родине. Несмотря на то, что каждый номер строго оценивался, в зале царила дружеская атмосфера, а со сцены звучали прекрасные песни о том, что близко и дорого к каждому из нас. И раз в России побед не забудет, Расторы ее и зелень в море, И в небе широтом и в небе высотом Цепочку летящих дать журавлей Траурное мероприятие, посвященное 29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, прошло у мемориала воинам-интернационалистам в Парке культуры и отдыха имени Александра Сергеевича Пушкина в Станице Северской. Память об ушедших в, казалось бы, мирное время все еще свежа в сердцах родных и близких. Но некоторые раны время не в силах залечить. Чечня, Афганистан, Сирия. События, произошедшие совсем недавно, рано или поздно станут историей. И на наши плечи возложена миссия сохранить любую память о тех временах без искажений, лжи и умалчивания. Родственники погибших воинов посетили открытие выставки «Россия под прицелом» в стенах историка Краеведческого музея Станицы Северской, где история оживает в предметах. Помню о великом прошлом, мы продолжаем уверенно и гордо смотреть в будущее. Стремление покорять новые высоты и совершенствоваться качеством настоящего победителя. Районные военно-спортивные соревнования «Служить России суждено тебе и мне» среди молодежи района посвятили памяти героя Советского Союза, нашего земляка Семена Соболева. Перед началом соревнований в торжественной обстановке в ряды юных армейцев приняли новых членов Всероссийского патриотического движения. Торжественное открытие финала соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени Анатолия Тарасова в Ледовом дворце хоккейного клуба «Северские волки» собрало немало гостей. Проведение данных мероприятий направлено на укрепление в подростковой и молодежной среде таких понятий, как национальная гордость, историческая память, повышение у молодых граждан чувства ответственности за судьбу своей страны. Чемпионат по спортивной акробатике прошел в детской спортивной школе Станицы Северской в рамках работы «Месячника». Более двухсот юных спортсменов в возрасте от семи до семнадцати лет приняли участие в соревнованиях, первым этапом которых было первенство среди спортивных школ района. Гибкость, ловкость, дисциплина и целеустремленность – маленькие чемпионы учатся всему этому с самых ранних лет, чтобы в будущем представлять честь района и края далеко за его пределами. Но самое главное – все они день за днем учатся побеждать. И не только в спорте, но и в жизни. Открытое первенство Северского района по селовому жему лежа прошло на сцене Дома культуры Станицы Северской. Ставшие доброй традицией соревнования собрали спортсменов самых разных возрастов и весовых категорий. Поздравить участников с Днем Защитника Отечества пришли творческие коллективы района. Отрадно было видеть под штангой как титулованных спортсменов, так и начинающих. Состязания прошли в дружеской атмосфере, и желание победить и показать свои лучшие результаты придавало участникам сил. Победителей состязаний наградили почетными грамотами и ценными призами. Однако для каждого из участников эти соревнования, независимо от призовых мест, стали очередной ступенью к еще большим победам. Торжественное закрытие месячника оборона массовой и военно-патриотической работы состоялось 27 февраля в стенах Дома культуры Станицы Северской. Для подведения итогов собрались работники администрации, ветераны, казаки, педагоги и школьники, а также представители юно-армейского движения и взвода почетного караула. С приветственным словом выступил глава Северского района Адам Джарим. Поблагодарив всех собравшихся за проделанную работу, Адам Шахметович еще раз напомнил о том, что воспитание в подрастающем поколении любви к своей родине и ее истории – дело не одного месяца. Мероприятия, посвященные месячнику, проходили во всех поселениях и не оставили равнодушным никого. От лица администрации района Адам Джарим вручил благодарственные письма тем, кто принял наиболее активное участие в организации проведения мероприятий, тем, кто вложил все силы и душу в воспитание юных патриотов и сохранение памяти об ушедших героях. Несмотря на серьезность и некоторую официальность происходящего, в зале царила праздничная атмосфера. Со сцены звучали прекрасные песни о сильной и свободной стране, о подвигах героев прошлого. Служи России, суждено тебе и мне, Служи России, удивительной стране, Где солнце новое встает, На небе синее. Настоящий патриотизм – это не просто любовь к своей большой и малой родине. Это желание менять мир вокруг себя к лучшему. Готовность приложить максимум усилий для того, чтобы будущие поколения жили достойно. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok